Незадолго до полуночи пожарные тушили возгорание в школе номер 24. Инцидент произошел в кабинете, используемом в качестве музея. Спасение большинства экспонатов руководство образовательного учреждения обязано вахтеру. Женщина заметила огонь даже раньше, чем сработала система голосового оповещения противопожарной сигнализации. Первый удар по плавени был сделан с помощью порошкового огнетушителя. Дальше последовала полная ликвидация горения водой. Скорее всего, ЧП случилось из-за короткого замыкания в розетке. Около раковины их имеется несколько штук. Правда, в этот день никаких включенных в сеть электроприборов в кабинете не было. На занятия в школе пожар повлиять не должен. К утру помещение полностью проветрили от дыма. Следующий вызов пришел в пожарную охрану из поселка имени Горького. Там на улице Молодежной произошло возгорание в квартире пенсионеров. Женщина смогла выйти сама. Ее супруга, которая из-за проблем со здоровьем не может передвигаться без посторонней помощи, вывели на свежий воздух родственники. Дочь и зять пары, живущие в соседней квартире. За свое спасение мужчина-инвалид должен благодарить супругу. Она сквозь сон услышала, как от жара в кухне стал лопаться кафель. Открыла дверь на кухню, горит. И сразу вырубила там электричество. Ну я еще вытащила эти все, чтобы под напряжением не было. А гора была большая? Да нет, небольшая. А где именно горела? За холодильником. Скорее всего, кухонная техника не выдержала скачков напряжения. То, что проблемы со светом в доме были, подтвердили и соседи. За минувшие сутки электричество пропадало несколько раз. Последний всего за несколько часов до начала пожара. Еще одна спасательная операция развернулась на рассвете в жилмассиве Хабаровск-2, где горела квартира на четвертом этаже. Внутри жилья находилась пожилая женщина. К приезду караулов она выбралась на балкон. Выйти через дверь ей мешал огонь в коридоре. От пожарных она потребовала, чтобы ее немедленно спустили на улицу. Когда к балкону приставили лестницу, хозяйка наотрез отказалась по ней спускаться. В это время другой расчет уже вовсю штурмовал квартиру со стороны подъезда. Металлическую дверь выломали, пламя погасили. Через пять минут женщину в специальной маске вывели из подъезда. Страх высоты обернулся для нее отравлением дымом. Правда, услуги медиков пенсионерка отвергла также. Ее осмотрели в машине скорой помощи, но в больницу пострадавшая не поехала. Что могло загореться в квартире, хозяйка не понимала. Она призналась, что имеет пристрастие к табаку, но ночью перед пожаром она не курила.